Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Глава Самары Елена Лапушкина вручила многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. Кто может претендовать на безвозмездные выплаты? Укрепят фундаменты, стены отремонтируют фасады и кровлю. Во второй половине июля в Самаре начнут реставрацию одного из старейших храмов Спаса Вознесенского собора. В зоне особого риска частные секторы дачи. Сотрудники МЧС провели рейд по противопожарной безопасности. За особые успехи в учении в столице региона состоялось вручение медалей выпускникам образовательных учреждений. В преддверии Дня семьи, любви и верности. Истории знакомства и проживания самых крепких пар в Самарском зоопарке. Завоевали более 30 наград. Самарские велосипедисты, легкоатлеты и яхтсмены успешно выступили на российских турнирах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал инцидент, который произошел на территории завода «Промсинтез» в Самарской области. Глава региона отметил, что находятся на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия. Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно. Компетентные специалисты разберутся в ситуации и определят, почему произошла трагедия, подчеркнул губернатор. Также Дмитрий Азаров дал необходимое поручение социальному блоку правительства. На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим и выразил искренние соболезнования всем, кто потерял близких. Напомню, 7 июля на заводе «Промсинтез» произошел взрыв. По предварительным данным, он случился во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ. В результате происшествия 6 человек погибли и двое получили ранения. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с участниками специальной военной операции. Глава региона передал воинским подразделениям 12 единиц техники, машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также запасные части, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию. Передавая очередную партию спецтехники, Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион будет и дальше оказывать помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. Напомню, во время предыдущей поездки в зону проведения СВО Дмитрий Азаров передал 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы. Сегодняшняя колонна машин, как и в прошлый раз, сформирована на основе пожеланий самих защитников и при поддержке крупнейших предприятий Самарской области и депутатов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Встреча состоялась в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности. Кто получил безвозмездные выплаты и в чем, по мнению многодетных родителей, секрет большого семейного счастья, расскажем в следующем сюжете. Все, что нужно для полного счастья, у семьи Половневых и семьи Степанян уже есть. Оставалось совсем немного расширить жилплощадь. Мечта сбылась в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности. Глава Самары Елена Лапушкина собрала семьи, чтобы поздравить с праздником и вручить сертификаты на улучшение жилищных условий. Когда мы говорим о семьях, вот мне всегда представляются именно такие семьи, где много детей, где любовь и поддержка, где радостные улыбки, где есть взаимопонимание. Именно вот на таких семьях, наверное, держится вся наша Россия. Спасибо вам за это огромное. В семье Артура Степаняна восемь детей, сын и семь дочек. Все творческие личности сейчас живут в одной квартире, но мечтают о собственном частном доме. Теперь у них есть на это средства. Елена Лапушкина вручила многодетным родителям сертификат, позволяющий улучшить жилищные условия. В четырехкомнатной квартире немножко тесновато. Ну, уместились. Ну, сейчас будем смотреть. Вот с этими возможностями уже сможем расширяться. Супруги Половневы воспитывают шесть детей, трех дочек и троих сыновей. Старший уже создал свою семью и отделился от родителей. Остальные дети теперь будут жить и заниматься своими многочисленными хобби в просторном доме, который семья уже присмотрела в Куйбышевском районе и планирует приобрести благодаря сертификату. Это очень значимо, потому что для большой семьи площадь дома – это очень важно, чтобы у каждого ребенка было свое пространство. За это огромное спасибо главе города Елене Лапушкиной. И мы, конечно, очень ждем переселения с нашего старого жилья. Программа «Самара социальная» была принята по инициативе главы города Елены Лапушкиной в 2019 году. Она предусматривает выделение единовременной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей. Сначала мы уточняем, действительно ли есть нуждаемость у этой семьи и необходимо ли расширять жилищные условия. Они идут в ДУИ. В ДУИ встают на очередь как малообеспеченные и нуждающиеся в приобретении жилых помещений. Потом приходят к нам и становятся участником программы. За четыре года действия программы «Самара социальная» свои жилищные условия улучшили восемь многодетных семей. Сегодня в Самаре оказывается целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. А в разных районах города создаются инфраструктуры и социальные объекты для образования и досуга ребят. Здесь у нас комплексный подход. Начиная с детского сада, заканчивая выпуском профессиональных спортсменов. А у нас в школе есть Олимпийского резерва, который находится тоже у нас в Самаре. Единственное ППКО. Откуда выходят олимпийские чемпионы. Поэтому все возможности открыты. В преддверии праздника семьи многодетные родители поделились своим секретом счастья. Поддерживать, слушать друг друга и всегда стремиться к добру. Тогда и дом будет полной чашей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Это лето они запомнят на всю жизнь. Экзамены, вручение аттестатов, выпускной бал. Последним аккордом в череде торжественных событий стало вручение медалей. В Самаре в Декаме Талургов прошла торжественная церемония чествования выпускников-отличников промышленного района. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Мама моя сразу обрадовалась, начала кричать, плакать. А у меня реакция была другая немного, замедленная такая. Выпускница 149-й школы Полина Романова скромно рассказывает о своих успехах. На ЕГЭ сразу по двум предметам Полина получила 100 баллов. Это русский язык и литература. Девушка отмечает, стремление поступить в Самарский вуз на дизайнера и связать свою жизнь с этой сферой – главное, что движет ею. Честно говоря, я не ожидала таких результатов. Я просто готовилась и у меня не было какой-то цели получить 100 баллов. Я просто узнала какие-то свои задачи и выполняла. В этот день Полина поднимается на сцену ДК «Металургов» за благодарственным письмом от администрации промышленного района и за медалью «За успехи в учебе». Чествование отличников в торжественной обстановке – уже традиция. В этом году 197 выпускников общеобразовательных учреждений промышленного района окончили школы с медалями. 19 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Каждому из них сегодня вручили их заслуженную награду и подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Хочется поздравить детей и родителей с успешным окончанием этого сложного, волнительного периода, а педагогам сказать огромное спасибо за тот результат, который мы сегодня имеем. По словам депутата городской думы Вячеслава Звягинцева, это большая честь разделить праздник с теми, кто достоин таких высоких результатов. Ежегодно количество выпускников золотых медалистов увеличивается. В этом году это 197 человек. Это по сути золотой фонд промышленного района на сегодняшний день. Ежегодно цифра меняется, но как правило с каждым годом она становится все больше и больше. Вместе с выпускниками в зале присутствовали родители и педагоги. Овации и слова благодарности в этот день звучали и в их адрес. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. На одной из главных транспортных артерий города, проспекте Ленина, продолжаются ремонтные работы на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минувшей ночью работники подрядной организации приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Подробности расскажет Ксения Баканова. В Самаре на проспекте Ленина от улицы Полевой до улицы Новосадовой рабочие перешли к следующему этапу ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия из смеси ЩМА-16. Предварительно поверхность дороги очистили от пыли и грязи и покрыли битумной эмульсией. Использование современных материалов и новейших технологий является одним из важнейших требований при реализации нацпроекта. «В настоящий момент завершающий этап уже происходит. То есть подрядчику осталось выполнить сугубо последнюю укладку. Это порядка тысячи метров квадратных. Общая площадь на данном участке ремонта составит чуть менее 35 тысяч метров квадратных. Хочется также отметить, что ибо дорожное хозяйство ведет контроль на всех этапах. То есть непосредственно при укладке контролируется очистка оснований, розлив битумных вяжущих, температурные показатели смеси, чтобы они были в пределах нормы. В ритме вальса два катка одновременно разравнивают асфальт. Такая синхронность для придания прочности дорожному полотну. А участки, до которых крупная техника не доберется, рабочие вручную разравнивают вибротрамбовкой. Даже с наступлением ночи на этом участке дороги плотный поток машин. Ежедневный автомобильный маршрут для многих самарцев проходит по проспекту Ленина. Каждый день езжу по этой дороге с работы на работу. С утра уже ехала в обратную сторону, дорога была сделана. Конечно, очень удобно все, ровно, гладко. Поэтому если здесь тоже все сделается, будет просто отлично. Планируется, что на данном участке после завершения основных работ будут выполнены искусственные дорожные неровности. Их установят около остановок общественного транспорта. Всего в региональной столице в 2023 году на средства НАЦПроекта обновят около 43 километров дорог местного значения. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является одной из приоритетных задач для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ксения Баканова, Константин Головин. События. С 7 по 9 июля сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут масштабные рейды. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Во второй половине июля в Самаре начнут реставрировать один из старейших сохранившихся храмов – Спасовознесенский собор. Благодаря содействию депутата Госдумы Александра Хинштейна город получит деньги из федерального бюджета в рамках программы «Историческая память». Территорию храма и другие объекты реставрации и реконструкции в Самаре парламентарий посетил во время региональной недели. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Храм Вознесения Господня или Спасовознесенский собор на улице Степана Разина один из старейших, сохранившихся в Самаре, отстроен в 1843 году. В советские годы здание использовалось в качестве помещения для мастерских и складов, но в 1993 храм вернули епархии. В это же время на средства прихожан провели реставрацию. В этом году приход сообщил, что собор вновь нуждается в ремонте. Прошло больше 30 лет. С просьбой о помощи прихожане обратились к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Парламентарий идею поддержал, и в рамках проекта «Историческая память» были выделены средства из федерального бюджета. Вся необходимая проектная документация уже подготовлена. Старт работ – вторая половина июля. Закончить планируют к концу сентября 2024 года. Во время ремонта внимание уделят как наружной части, так и внутренним помещениям. В частности, укрепят фундаменты стены, утеплят и отреставрируют фасады и кровлю, поменяют инженерные коммуникации, воссоздадут кресты и шпиль на крыше. Здание уникально внутренним интерьером. На стенах находятся фрески, последние из которых наносили в 90-е годы прошлого века. Это очень сложный технологический процесс, поэтому изображения во время реставрации постараются сохранить в полном объеме. Существующие фрески, они, конечно же, не являются первоначальными. Иногда они соответствуют канонам, но поскольку они дороги для прихожан, здесь по каждой росписи решение будет приниматься индивидуально о возможности сохранения их, либо замены. Во время региональной недели Александр Хинштейн также проверил, на каком этапе находится реставрация другого объекта культурного наследия – дома полицейского управления на улице Фрудзе. Сейчас здесь располагается управление по вопросам миграции. Обновляют здание комплексно – от фасадов до внутренних помещений. Сейчас специалисты заняты ремонтом подвала. Его необходимо сделать более светлым и просторным, ведь в будущем там обустроят рабочие кабинеты. Здание – это не просто какое-то рядовое здание, это здание для Самары знаковое, это первое полицейское управление, которое появилось здесь еще в конце 19 века. И без относительно политического режима всегда в этом здании работали и служили те, кто защищает правопорядок. Мы хотим не только придать ему первоначальный вид, но и разместить здесь небольшую музейную экспозицию, посвященную истории миграционной работы на территории нашего региона. Объект к культурному наследию обновляют на средства федерального бюджета в рамках программы «Историческая память». Завершить все работы планируют до 2024 года. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа отразили нападение условных боевиков на блокпост в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе. Практические действия проходили на полигоне «Новая бинарадка». По замыслу, через блокпост должен был проехать автомобиль, начиненный взрывчаткой. Предприняв попытку прорваться через блокпост, бандгруппа была остановлена огнем группы огневой поддержки военной полиции. Обрушив шквал огня на наступающих боевиков, военные полицейские уничтожили условного противника. В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих роты военной полиции ЦВО, заключившие первые контракты с Минобороны России. Далее коротко о других событиях этого дня. В четверг, 6 июля, в Самаре на улице Победы сбили велосипедиста. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Hyundai напротив дома номер 170 по улице Победы, наехал на велосипедиста 1962 года рождения, который двигался по улице Земица с левым поворотом на улицу Победы по главной дороге, рассказали в ведомстве. Велосипедисты госпитализировали с места ДТП. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Россиянам к 2027 году станет доступен цифровой рубль. Об этом сообщили в Банке России. Граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их. Зампред председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что в 2023 и 2024 годах будет проходить тестирование цифрового рубля. Пилотные версии смогут пользоваться ограниченное число клиентов, в основном сотрудники банков. Затем к тестированию привлекут 30 средних торгово-сервисных предприятий и 11 городов и различных отраслей. Заправки, магазины продуктов, одежды и другие. Полномасштабное внедрение цифрового рубля займет несколько лет. И торопиться в этом вопросе Центробанк не видит смысла. Скоробогатова заслалась на опыт Китая, где цифровой юань тестируют уже несколько лет, поэтапно вводя его в экономическую систему страны. Глава Центробанка Эльвира Набиулина объяснила колебания курса рубля трендами мировой торговли. Масштабное укрепление курса в прошлом году, которое многие воспринимали как масштабный прорыв экономики, глава Центробанка объяснила также динамикой внешней торговли. В тот период произошел резкий рост экспорта и снижение импорта. Сейчас этот показатель гораздо ниже, чем в прошлом году, поэтому имеет место падение курса национальной валюты, отметила Набиулина. Напомним, что сегодня курс доллара на бирже превысил 93 рубля, курс евро – 102 рубля. В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. По данным Приворского ОГУМС, 7 по 11 июля местами по региону ожидается жара до плюс 37 градусов. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не находиться долго на солнце, особенно с непокрытой головой, избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом, пить как можно больше жидкости, контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером, надевать на себя светлую одежду из натуральных тканей. Выяснилось, что важнейшим фактором для построения семьи россияне считают любовь, отдельное жилье и уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Любовь стала самым важным фактором создания семьи для наших сограждан. Они упомянули 57% опрошенных. Причем такое мнение высказали 60% опрошенных женщин и 54% опрошенных мужчин. 35% респондентов указали на значимость отдельного жилья, 32% мужчин и 37% женщин. Уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей, важен для 30% опрошенных. От общего числа это 32% мужчин и 29% женщин. Назывались и другие факторы. Общие взгляды на воспитание детей, роли в семье, профессиональные планы, а также схожий уровень образования и культуры партнеров, были упомянуты в ответах респондентов. На вопрос об идеальной семье 66% опрошенных ответили, что она должна строиться на взаимопонимании, взаимоуважении и заботе. 28% россиян считают, что идеальная семья – это счастливая и дружная. А 20% снова подчеркнули важность любви. Сегодня на 85-м году жизни скончался почетный гражданин Самарской области Итальяти, заслуженный врач России, заслуженный тренер СССР Виталий Гройсман. Виталий Александрович родился 6 мая 1939 года в городе Николаеве. После окончания Одесского военно-морского медицинского училища проходил службу в советских частях ГДР в танковом полку, возглавлял медпункт батальона. Затем отучился в Ставропольском медицинском институте и в 67-м году приехал в Тольятти, где был назначен главным врачом стоматологической поликлиники номер 3. Виталию Гройсману с равным успехом удавалось совмещать медицинскую, тренерскую, научную, политическую и общественную деятельность. Долгие годы он был бессменным руководителем Тольяттинской городской клинической больницы номер 1. Доктор медицинских наук удостоен высокого звания почетный ученый Европы за изобретение в профессиональной сфере. Коллектив телеканала «Самаргиз» выражает искреннее соболезнования родным и близким Виталия Александровича Гройсмана. Пренебрегают ли самарцы правилами безопасности во время противопожарного режима? Это решили проверить сотрудники МЧС во время рейда по дачным массивам в поселке Горелый хутор. В зоне особого риска частный сектор и дачи, граничащие с лесными массивами. Как проходят рейды и кого проверяют, расскажет Елена Чернявская. Все соблюдаем, потому что у нас и собрание, когда бывает всегда, об этом прямо разговоры самые первые, что пожар, пожар, пожар может быть в любое время, а сейчас особо жара какая. Причиной пожаров на дачах, как правило, является человеческий фактор. Чаще всего возгорание происходит в выходные дни и в результате неосторожного обращения с огнем. Люди сжигают мусор и траву на своих огородах и дворовых территориях, разводят костры, а этого делать категорически нельзя. За истекший период 2023 года на садово-дачных товариществах произошло 22 пожара. При этом пострадали 5 человек. За истекший период аналогичного периода прошлого года, 22-го, произошло 32 пожара. Но при этом пострадавших, погибших не зарегистрировано. Во время проведения рейда сотрудники МЧС особое внимание обратили на меры пожарной безопасности в летний пожароопасный период. Также провели беседы с владельцами дачных участков о запрете сжигания сухой травы и мусора, о том, как обезопасить себя и свое имущество от огня, какие первичные средства пожаротушения должны быть на любом дачном участке. Напомнили номера вызова экстренных служб и о штрафах, которые немаленькие. На граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 60 тысяч рублей и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. В летний период опасность пожаров на дачных участках возрастает. Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит возгоранием сразу нескольких строений, учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности. Дачникам были вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а председателям садово-дачных товариществ вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности на подконтрольных территориях. Не дай бог случится пожар, тогда возможно просто-напросто выгорание всего массива, а это собственность жителей, это жизнь прежде всего жителей, поэтому мы призываем их очень ответственно относиться к этому вопросу. По мнению спектра, в целом сознательность населения растет, снижается число случаев сжигания сухой травы и мусора. Подобные рейды будут проводиться в течение всего пожароопасного периода. Елена Чернярская, Николай Сидоров, События. В Самарском зоопарке отметили наступающий день семьи, любви и верности. Детям и их родителям рассказали, какие семьи в мире животных самые крепкие и заботливые. Все желающие могли принять участие в зоологической эстафете. Подробности у Светланы Тимофеевой. Житель Оренбургской области Сергей Никольский вместе с семьей приехал в Самарский зоопарк. 7 июля здесь отметили день семьи, любви и верности. Взрослым и детям рассказали о животных, которые создают крепкие пары, и провели зоологическую эстафету. У тигров хорошая пара довольно-таки, из тех, кто здесь парами живет, кто у нас здесь. У енотов семья прикольная, вместе играют вместе. Ну, в принципе, все животные, которые живут парами, я думаю, составляют довольно-таки сильные и крепкие семьи. Люди привыкли думать, что только лебеди хранят верность на протяжении всей жизни. Но верность свойственна многим видам диких животных. Крепкие пары образовывают волки, гуси, попугаи, некоторые виды сов. В зоопарке довольно дружно живет семья тигров. Посетителей веселит, читая енотов-полоскунов. Создание крепких семейных пар – способ выживания в дикой природе. Это избавляет от необходимости каждый год искать нового партнера. Вот журавлинки весной себе выбирают пару. Они танцуют, во время танца пары образуются. Если танец не получается, неслаженный танец, то пары не образуются. То есть, в принципе, легко может остаться особь без своей пары. А когда пара стабильная, они друг друга находят весной и занимаются продолжением рода. В мире диких животных, как и у людей, отношения самые разные. Конечно, чаще о потомстве заботится самка. Но есть такие виды пар, которые занимаются воспитанием детенышей и птенцов вместе. Среди лисиц бывают такие случаи, они научно зафиксированы, что если, например, отец семейства погибает, то вместо него может прийти посторонний самец и также заботиться о потомстве. То есть, в мире животных вот такие вот необычные случаи бывают. После окончания эстафеты гости праздника могли покормить верблюда Лексуса. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Дарья Касаткина продолжает покорять один из самых престижных теннисных турниров – британский Уимблдон. Футболисты Крыльев Советов и баскетболисты Самары узнали даты первых игр в своих чемпионатах. А самарские спортсмены завоевали множество наград на всероссийских турнирах. Подробности в рубрике «Новости спорта». Российская премьер-лига опубликовала точный календарь матчей первых семи туров предстоящего сезона. Самарские Крыльев Советов начнут турнир 22 июля выездным матчем в Грозном против Ахмата. Затем команду ждут три домашние игры подряд. 26 числа в Кубке России против Балтики из Калининграда, 29 против Московского Динамо и 5 августа против Ростова в чемпионате. Утвердили календарь баскетбольной единой лиги. Самара начнет сезон двумя домашними встречами 30 сентября и 5 октября. Сначала против Красноярского Енисея, а затем против Питерского Зенита. На первом этапе регулярного сезона 14 команд-участниц проведут турнир в два круга, а затем во втором групповом этапе распределят места в плей-офф. Дарья Касаткина вышла в третий раунд Уимблдона. В 1.32 финала тольятинская спортсменка одолела представительницу Великобритании Джоди Бёрдж 6.062. Встреча прошла практически без борьбы и продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Дарья сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и взяла 6 геймов на подачу соперницы. За выход в следующий раунд Касаткина сразится с Викторией Азаренко из Беларуси. За три предыдущие личные встречи Дарья ни разу не обыграла Викторию. В Екатеринбурге завершилось первенство России по легкой атлетике среди атлетов до 23 лет. Дмитрий Мужиков, представляющий Самарскую область, завоевал бронзу в толкании ядра. Его результат 17 метров 11 сантиметров. Еще одну бронзу 63-му региону принес Константин Карпов в прыжках в высоту. Он установил личный рекорд, прыгнув на 2 метра 15 сантиметров. В Ижевске прошли чемпионаты первенства России по спорту глухих в дисциплинах «Велосипедный спорт шоссе» и «Велосипедный спорт маутинбайк». Самарские юниоры завоевали серебро и две бронзы, а взрослые спортсмены принесли в копилку региона 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград. В Тольятти, в акватории Куйбышевского водохранилища, прошла традиционная поволжская регата. В ней приняли участие более 300 яхтсменов из 21 региона Российской Федерации. Спортсмены разыграли медали в 12 классах. По итогу соревнований у представителей Самарской области 14 медалей. 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской рассказывают о пространстве, которое преобразилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. Во дворе по улице Садовой, 256, выполнено асфальтирование с обустройством тротуара и парковок, безопасное резиновое покрытие на детской площадке, установлены новые качели. Власти города благодарят жителей за инициативу и активность. Сейчас локацию украшают красивые цветы, хвойные деревья и кустарники. Благоустройство дворов и общественных пространств на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Совместная конструктивная работа власти и жителей, по мнению главы региона, способна принести положительные результаты. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают о платформе ГИС ЖКХ. Она позволяет россиянам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней и помогает оплачивать услуги ЖКХ онлайн, получать информацию о доме, уведомления об отключениях горячей воды. Кроме того, при помощи ГИС ЖКХ можно принимать участие в онлайн-голосованиях. Более 20 лет в Самарской области проходит конкурс на получение именных премий губернатора для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов. Об этом напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В настоящее время объявлен прием документов на соискание премий. Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2023 года. Премии присуждаются в следующих номинациях. Образование и наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, физическая культура и спорт, общественная деятельность. Также премии вручаются родителям, которые воспитывают двух и более детей-инвалидов. Подать документы на участие можно в комплексный центр социального обслуживания, «Население по месту жительства» или Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Подарить технике вторую жизнь предлагают в телеграм-канале Самарского района. Огромное количество офисной техники ежедневно выбрасывается и утилизируется по всему миру, в том числе и в России. С 2018 года волонтеры проекта «Технодар» ее восстанавливают, ремонтируют и модернизируют, после чего передают в безвозмездное пользование социальным организациям – библиотеки, клубы, дома культуры. Старая техника, детали и комплектующие принимаются по адресу Самара, проспект Ленина, 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 927 718 78 67. Хороших вам выходных!